Дэвид, Дабалвини Дабалвуд знают и любят во всем мире. Как вам пришла идея создать такой виски? Это, можно сказать, развитие Дабалвини Классик, который мы придумали в 80-х годах. И я подумал, а что если вместо того, чтобы выпустить еще один обычный 12-летний виски, мы возьмем виски, выдержанный в бочках из американского дуба, и поместим его на непродолжительный период времени в хересную бочку из европейского дуба. Эксперимент был весьма удачным, и так в 80-х появился этот замечательный сорт. А потом, когда в 1993 году мы праздновали 100-летний юбилей существования в винокурне Дабалвини, я подумал, а почему бы нам не сделать это снова, не поместить виски на довыдержку в бочки из-под хереса? Вот так и появился виски Дабалвини Дабалвуд. Вот это те самые хересные бочки, которые мы привозим из Испании. В них и попадает 12-летний виски, который через несколько месяцев встанет Дабалвини Дабалвуд. Какие большие, полагаю, в воздухе вокруг нас витает немалая доля ангелов. Да, это чувствуется, когда проходишь мимо бочек. Мало того, что каждый из этих бочек передает виски что-то свое, в случае с Дабалвуд виски сначала попадает в бочку из американского дуба второго наполнения, потом в хересную бочку, а затем есть период женитьбы спиртов. Да, создать такой виски дело непростое. Я беру пробы каждые 6 месяцев, ведь моя главная задача сделать так, чтобы в итоге получился виски Дабалвини Дабалвуд с характерным для него вкусом. Это целая наука, но в то же время искусство, ведь вкус и аромат виски должны быть неизменными, независимо от бочки. Да, вы правы, я в работе полагаюсь на свои знания, опыт и, конечно же, я знаю, что делаю. Виски Дабалвини Дабалвуд. Посмотрите, какой прекрасный цвет у этого виски. Этот оттенок передается виске от хересной бочки. Цвет немного насыщеннее и темнее, чем у напитка, выдержанного в бочке из американского дуба. Ну и, конечно же, бочки из европейского дуба делают вкус аромат виски более сложным, при этом сладковатый вкус с нотами ванили, который передается виске-бочке из американского дуба, никуда не исчезает, ведь в них напиток выдерживался 12 лет. Получается, что вкус напитка становится еще более глубоким, как будто бы это не 12-летняя, а еще более зрела виски. Да, эту глубину дает хересная бочка. Во вкусе этого виски чувствуется пряность, а также ноты сухофруктов, изюма, орехов, самые разные пряности, возможно, немного корицы и, пожалуй, мускатный орех тоже. Должно быть, в то время ваша идея казалась странной, однако она произвела революцию в индустрии производства виски, использовать сначала для выдержки виски одну бочку, а затем еще и другую. Сейчас это уже стандартный процесс, который применяют все производители виски, но мы можем гордиться, что именно мы начали такую практику до выдержки виски. Когда я приехал в Шотландию 10 лет тому назад, этот виски стал моей первой любовью, и он до сих пор один из самых любимых. И я поднимаю этот бокал с Дабл Вуд за вас, Дэвид, и за ваше искусство создания виски.